Так, ну что ж, сегодня поговорим о мужчинах и об их самоуверенности. Точнее, не самоуверенности, а уверенности в себе, которые, я замечаю, отсутствуют частенько. И как мужчины пытаются себя защитить, в случае чего? В случае отказа. Такая распространенная тема, замечаю уже на протяжении довольно долгих лет, любят парни носить кольца на безымянных пальцах. Католики левая рука, безымянный палец, и православная правая рука, безымянный палец. Почему? Это такой сигнал невербальный, что я занят, я нахожусь в отношениях. Сейчас я вам объясню, тут такой вот интересный момент. Я получаю такой ответ, а мне просто нравится. Как это тебе просто нравится? Ты же знаешь, что в культуре на безымянных пальцах носят кольца не просто так. Ну вот он именно одевает на безымянные пальцы. Может, значит, начать подкатывать. И когда девушка скажет ему, ты, ну, как бы женат, или ты обручен, у тебя кольца, он скажет, да нет, я нет, нет, нет. То есть, понимаете, идет такая вот игра, как это называется. Пикап, пикаперские вот эти вот штучки-дрючки. То есть, он подкатывает к ней, она видит, что он как бы, да, занят. То, что нам запретно, нам больше интересно. То есть, как бы разгоняется вот это желание познакомиться, да, ведь мужчина занят. И он ей потом говорит, да нет, мне просто вот нравится носить вот эти кольца, туда-сюда. Ну, вроде как контакт уже установился, понимаете, да? То есть, делают такой вот интересный подход мужчины. Конечно, головоломка еще та, но ничего. Если же что-то не получается в итоге, он может сказать, а на самом деле я в отношениях, да? Типа, нам с тобой не по пути. То есть, он себя оберегает, охраняет от отказа, от вот этой фрустрации, на которую он может натолкнуться. Ведь мужчинам нелегко, да, девушки быстро как бы ставят вот этот барьер, границу, извини, неинтересно. И как мужчине справиться с этим отказом, да, куда ему идти? Не каждый, в общем, может вот сесть, переживать это, понять. Да, поэтому вот они решают, одену-ка я кольца, да, на безымянные пальцы. В случае, в случае вот какого-то непонятного разворачивания событий, я могу как бы к этим кольцам вернуться, и вот они меня как будто защищают. Так как мужчина сам не справляется с этим отказом, то есть кольца ему помогают. Если девушка ему говорит нет, он сразу обращается к своим кольцам, что-то там себе такое фантазирует, да, он и не хотел, да, у него и кольца эти есть, и, короче, он пошел себе дальше. То есть он даже не проживает вот этот вот отказ, да, то есть, а если признать, да, вот это поражение, признать эту кастрацию, справиться как-то с этим, пережить это, все-таки можно добиться достаточно таких вот высоких результатов, да, если нет такой цели просто как-то там перепихнуться и забыться, вот, если мужчина знает, чего он хочет. Еще что я вот интересненькое такое замечаю здесь в Америке, подкат идет ко всем девушкам в группе, неважно, вы блондинка, брюнетка, худенькая, полненькая, высокая, невысокая, то есть неуверенный мужчина в себе, ну, я думаю, что это везде, да, не только в Америке, он будет проявлять знаки внимания ко всем этим девушкам. И это как лотерея, да, где-то должно, ну, как, где-то должно подвести. То есть это не вас мужчина вот пытается как-то распознать, он интересуется непосредственно и только вами, он хочет вас добиваться, он хочет только с вами взаимодействовать, нет. Если речь идет о мужчинах, которые не уверены в себе, это всегда будет такой вот, ну, вот такая вот анкетка, да, которая отправляется одна и та же всем подряд. Со мной такое тоже было, я хожу здесь на танцы, и вот есть такой не очень уверенный в себе инструктор, и вот он ко всем пытается девушкам, которые приходят к нему на танцы, он со всеми пытается завязать вот эти отношения. То есть ему не важно с кем, ему просто нужно, чтобы был кто-то, какая-то девушка была рядом. И то, что я наблюдаю, да, появилась какая-то девушка, как-то так я увидела случайно, то есть он до сих пор там сидит в Тиндере, ну, он открывает этот Тиндер, это приложение на какой-то вечеринке, то есть когда он там, ну, он особо не скрывается, да, то есть вот как бы уже есть какая-то девушка, да, один какой-то трофей есть, но он как бы дальше, 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 дальше ищет что-то. То есть это такие вот отношения странные, правда, да, как бы на публике вроде у тебя они есть, но что происходит у тебя внутри, сам ты как бы тоже не всегда можешь отследить, понять, потому что есть какая-то погоня за женщинами, как за какими-то объектами, а интереса, что вот сама из себя женщина представляет, такой интерес отсутствует, да, и чем больше контакта, чем ближе люди становятся друг к другу, тем это болезненнее для таких вот мужчин, которые не уверены в себе, потому что они очень уязвимы. Вот эти пикаперские курсы, они для кого в основном? Для тех парней, которые не могут справляться с отказом и с фрустрацией, и тогда вот эти вот коучи, они им накидывают такие вот скиллы, тулы всякие, которые они могут использовать только для того, чтобы вот защитить свое vulnerable сердечко, вот, потому что не могут они справиться, да, вот, с реальностью, скажем так. Ну, это тухло как-то так выглядит, особенно вот если с девушкой постарше начинают парни так общаться. Не знаю, как это так сказать, чтобы не обидеть их. Ну, выглядит это очень так и вяло, и как-то не возбуждает, и работает, наверное, скорее всего только на таких вот молоденьких девушках, которые очень такие вот еще не знают, да, как общаться с мужчиной, что мужчина из себя представляет. И вот есть какие-то такие вот эти контакты очень мимолетные, такие вот быстрые, да, он там скажет комплименты, пропадет на две недели, а у нее там в голове уже начинает вот эта история развиваться, 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 она накручивает, 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 а он о ней не думает, то есть она думает о нем, да, он ей сказал один комплимент, а у него как бы один и тот же подход ко всем, да, и посмотрим, какая будет назойливее, навязчивее, какая там подойдет ему больше вот по статусу, то есть они же вот так вот смотрят, да, вот эти вот мальчики, вот, несчастные они, то есть в постоянной какой-то погоне, в постоянном каком-то ударе, что-то разыгрывает такое, да, вот вокруг себя, что вот я как будто ценный, видимо вот не дали родители ощущения вот этой вот ценности, что ты есть, кто ты есть, и этого уже достаточно, вот. Вот такой вот разбор сегодня получился коротенький, спасибо вам, что досмотрели его до конца, увидимся с вами в следующем видео.